Wednesday. Сериал Тима Бёртона, производство Netflix и MGM Television. Школа имени Нэнси Рейден. Главная героиня сериала, Уэнсдэй Адамс, живёт вместе с родителями, Мартишей и Гомесом, а также со своим младшим братом Паксли. Девушка – старшеклассница и учится в обычной школе. От соприкосновения с объектом её посещают экстрасенсорные видения, и в одном из них она видит, где на её брата напали хулиганы, которым она за это пытается отомстить, сбросив пираний в бассейн с обидчиками. Её за это исключают из школы, так как семья мальчика хотела предъявить обвинение в попытке убийства. Как бы это смотрелось в твоём досье? Ужасно. Все бы знали, что я не закончила работу. Родители решают записать её в Академию Невермор, образовательное учреждение для таких же изгоев, как и Уэнсдей, где Мартиша и Гомес сами когда-то учились и познакомились. В Неверморе учатся волшебники, оборотни, горгоны, вампиры, сирены и прочие маргиналы. Уэнсдей не рада новому месту обитания, а особенно соседке оборотню Энит, которая чрезмерно яркая и общительная для неё. Уэнсдей не хочет жить с ней, но местная учительница биологии мисс Торнхилл убеждает её остаться. Не волнуйся, любовь моя. Наш скорпиончик не будет один. Родители Уэнсдей отправляют вещь, разумную бестелесную руку, присматривать за ней. Однако Уэнсдей заставляет угрозами работать вещь на себя. Наша первая задача – сбежать из этого чистилища для подростков. По ходу сериала выясняется, что ближайший городок под названием Джерика спонсируется деньгами Невермора. Поэтому, хоть местные и недолюбливают изгоев, но им приходится с ними мириться. А тем временем, в окрестностях городка, какой-то монстр нападает на туриста, и главный шериф Донован Галпин считает, что к этому причастна Академия. Однако, с уверенностью, он ничего не может доказать. Между тем, у Уэнсдей в первый учебный день происходит конфликт с самой авторитетной девушкой школы по имени Бьянка. Уэнсдей устраивает с ней дуэль на шпагах, после того, как Бьянка издевается над другим учеником Академии по имени Роуэн. Никогда не думал, что можно быть изгоем в школе, полные изгоев. А вечером того же дня кто-то сбрасывает на Уэнсдей статую. Однако, героиню спасает Ксавье, тоже ученик Академии, который явно к ней неровно дышит. На следующий день девушку директор Академии Лариса Уимс привозит в Джерика. По решению суда Уэнсдей должна посещать психолога. Но сеансы с Валери ей крайне неприятны и причиняют только неудобства. Вы не против, если я схожу в уборную? Уэнсдей собирается сбежать из Академии, поэтому смывается, не без участия вещи, с психотерапевтического сеанса и отправляется в местную кофейню, где знакомится с баристой по имени Тайлер, сыном шерифа, который также влюбляется в героиню и хочет ей помочь сбежать. Но девушку задерживает директор Академии и возвращает ее обратно. Позже Тайлер и Уэнсдей встречаются на местной ярмарке, где у нее случается очередное видение. Уэнсдей видит смерть Роуэна. Она хочет найти и спасти его, но Роуэн пытается убить ее сам силой телекинеза, потому что, как предсказала его погибшая мать, Уэнсдей разрушит Академию Навермора. Роуэн уже пытался погубить Уэнсдей, ведь именно он недавно столкнул статую на нее. Но внезапно появляется тот самый монстр, который убивает Роуэна. Однако не причиняет никакого вреда Уэнсдей. Приехавшая полиция не находит трупа. Уэнсдей убеждает скептически настроенного шерифа Донована в том, что виновником убийств на самом деле является монстр. Шериф, вам стоит взглянуть. А вскоре Роуэн, как ни в чем не бывало, возвращается в Академию. Уэнсдей одолевают сомнения, и она решает сама расследовать убийство Роуэна. Девушка расспрашивает о Роуэне, и ей сообщают, что его видели сильно неубитым. Директор Уэмс говорит, что Роуэна исключили, не объясняя, за что. При этом Уэмс внимательно следит за Уэнсдей. Внезапно героиня увидела Роуэна, он уезжал из Академии. Но ей не удалось поговорить с ним и выяснить, где он взял рисунок. Уэнсдей, зря ты пришла. Отвали и оставь меня в покое. Девушка посылает вещь следовать за ним. Выясняется, что Роуэн – это Уэмс, которая превратилась в него, чтобы снять все обвинения с Академии. В результате смены облика Уэмс вещь теряет Роуэна извинения. Уэмсдей бродит в лесополосе и находит очки Роуэна. Прикоснувшись к ним, она видит в своих видениях книгу, принадлежащую старому студенческому обществу. Обложка была темнее, как вчерашний синяк. Ищи. В поисках книги она подслушивает, как Бьянка планирует выиграть предстоящий студенческий турнир. Уэмсдей присоединяется к Энит, чтобы победить Бьянку и выиграть турнир по гребле. Боже, Уэмсдей получилось! Позже Уэмсдей разгадывает одну из загадок Невермора. Исследуя подсказкам с вырванного листка Роуэна и строк из книги в руке, находит потайную библиотеку. Два щелчка. Она проникает внутрь помещения, где обнаруживает книгу с вырванным листком. Затем Уэмсдей попадает в плен и наступает тьма. К счастью, я не боюсь темноты. Уэмсдей оказывается связанной и окруженной членами элитного студенческого общества, в которое входят также Бьянка и Ксавье. Они предлагают ей вступить в него, но та отказывается, освобождается от пут и спокойно уходит. Поставить симметричный фингал. Такие любители, как вы, порочат похищение. Как оказывается, на второй части книги изображен Джозеф Крэгстоун, отец основателя городка Джерика, умерший более 400 лет назад. В поисках оригинальной молельни 17 века Уэмсдей посещает новое видение, в котором она переносится в прошлое, где встречает девушку, точь-в-точь похожую на нее. Оказывается, это Гуди Адамс, ее давний предок. Гуди приговаривает к казни Джозеф Крэгстоун. Он намеревается истребить всех изгоев, часть из которых собирается заживо сжечь в сарае, в том числе и Гуди Адамс. Но девушке удается избежать смерти и скрыться. Через какое-то время она построила Академию Невермор как раз на земле Джозефа Крэгстоуна. На той земле, которую он когда-то украл у изгоев. Ты отсюда никуда не сбежишь. Придя в себя, Уэнсдей снова сталкивается с монстром, который, как она обнаруживает по оставленным им отпечаткам следов, является человеком. Вернувшись в город, с помощью вещи, Уэнсдей срывает церемонию, поджигая памятник Джозефу Крэгстоуну в знак мести злодею за прошлое и отмщение предков. Вскоре чудовище совершает очередное убийство местного бомжа, а полиция находит фотоаппарат, на котором запечатлен монстр. Уэнсдей и Вещ проникают в морг, чтобы скопировать файлы жертв монстра. Пытаясь найти закономерность, девушка обнаруживает, что у каждой жертвы отсутствует какая-то часть тела, и все они были удалены хирургическим путем. Убийство не бездумное. Он собирает трофеи, как серийный убийца. Уэнсдей с подозрением относится к Ксавье и следует за ним в его художественную мастерскую. Там она видит несколько рисунков монстра. Сам же Ксавье обладает неким даром предсказания, и, по его словам, ему постоянно снится этот монстр. На одной из картин героиня замечает любопытную пещеру и с помощью своего одноклассника Юджина отыскивает ее. Я небольшой фанат закрытых пространств. В пещере она находит и забирает один из когтей чудища, после чего передает его шерифу Доновану, чтобы тот провел ДНК-тест. И сравнил его с ДНК Ксавье. Уэнсдей собирается выследить монстра, но ей приходится вместе с Тайлером отправиться на школьный бал, который ежегодно проводится в Академии Невермор. Тем временем Юджин, помогающий Уэнсдей с расследованием, идет в одиночку и становится свидетелем того, как фигура в плаще взрывом уничтожает пещеру монстра. Между тем праздник прерывается. В зал, где проходят танцы, противопожарные разбрызгиватели выпускают жидкость. Но вместо воды там красная краска. Это делают местные жители за сорванную городскую церемонию. Уэнсдей посещает видение, в котором она видит, что Юджин в опасности. Она направляется в лес, чтобы спасти его, но вместо этого находит его тяжело раненым монстром. В Академию на родительские выходные прибывает и вся семейка Адамс, чтобы навестить героиню. Надеюсь, Уэнсдей будет рада нас видеть. Отец и мать Уэнсдей также учились в Неверморе. Сеанс семейной психотерапии прерывается, когда Уэнсдей заявляет своим родителям, что хочет знать правду об убийстве 32-летней давности. 32 года назад здесь Гомеса арестовали по подозрению в убийстве Гаррита Гейтса, сына местного мэра. Но все обвинения были сняты. Однако, шериф Донован обнаруживает новые улики, из-за чего отца Уэнсдей сажают в тюрьму. В разговоре с шерифом она объясняет, что ее просто пытаются отвлечь от расследования. Но Донован выкладывает на стол результаты ДНК теста когти монстра и Ксавье, и там никаких совпадений не обнаружено. Однако, девушке все же удается освободить Гомеса. В беседе с Уэнсдей Мартиша признается в убийстве Гейтса, говоря, что Гомес взял вину на себя, чтобы защитить ее. После разговора с матерью Уэнсдей начинает подозревать, что все не так просто. Они решают выкопать тело Гейтса, чтобы выяснить правду. Здравствуй, Гаррит. Но их ловит полиция и арестовывает на ночь. Устраивайтесь поудобнее, залог внесете утром. В тюрьме выясняется, что Уэнсдей забрала палец Гаррита из его могилы. Героиню посещает видение, в котором она видит, как местный мэр Гейтс, который ненавидел изгоев, хотел отравить всю школу и подослал сына сделать это. Но во время драки флакон разбился в его кармане. Парень был смертельно отравлен и уже умирал, когда его пронзили мечом. Придя в себя, Уэнсдей рассказывает об этом родителям и то, что Гаррит Гейтс был отравлен настойкой Беладоны. Выйдя из тюрьмы, Уэнсдей и Мартиша заставляют мэра раскрыть всю правду о Гейтсах. Синий отлив – отличительный признак отравления Беладонной. И шериф подтверждает, что Гаррит намеревался убить не только Гомеса, но и всю школу, подмешав яд в пунш из-за ненависти отца Гаррита к изгоям. Моего отца отпустят немедленно с недвусмысленным извинением от офиса шерифа. Мэр соглашается освободить Гомеса после признания в сокрытии мотивов Гейтса. Уэнсдей разоблачает директора УИМС в том, что она – метаформ. И та признается девушке, что скрыла смерть Роуэна с помощью своей способности изменения формы, чтобы избежать скандала и защитить Академию Невермор. Пока они беседуют, кто-то оставляет на траве во дворе школы огненную надпись. Падет огненный дождь. Уэнсдей пытается вызвать Гуди, своего старого предка, чтобы та научила ее контролировать ее экстрасенсорные способности. Я пыталась призвать ее, но она игнорирует мои мельбы. Сюрприз! Во время неожиданной вечеринки по случаю своего дня рождения Уэнсдей замечает надпись. Падет огненный дождь, когда я восстану. Проведя по тексту рукой, девушка впадает в транс, в котором видит Гуди. Чтобы остановить Крэкстоуна, отыщи это место. За помощью Уэнсдей обращается к Савье, и, как выясняется, у него был сон с такими же воротами особняка. Этот дом оказывается старым имением Гейтсов. Здесь жил Гаррит Гейтс, в убийстве которого обвинили отца Уэнсдей. Там девушка видит, как мэр выходит из дома Гейтсов, и она подслушивает его разговор по телефону. Послушай, кажется, я понял, кто за всем этим стоит. После чего пробирается в его машину. Вернувшись в город, мэр был сбит автомобилем и тяжело ранен. После произошедшего, директор УИМС запрещает студентам покидать кампус Академии. С помощью Тайлера и Энит Уэнсдей сбегает и возвращается в особняк Гейтса. Там они обнаруживают портрет семьи Гейтсов с Лорел Гейтс, младшей сестрой Гаррита, которая утонула, но тело так и не нашли. В подвале они находят отрубленные части тел жертв монстра. Внезапно появляется чудище, но героям удается сбежать. Уэнсдей, Энит и примкнувший к ним Ксавье помогают раненому Тайлеру добраться до дома шерифа. Что тут происходит? Уэнсдей приводит шерифа Донована в подвал, но он оказывается пустым. Уэнсдей убеждает директора УИМС не исключать ее, чтобы продолжить расследование. В больнице неизвестный убивает мэра, отключив аппарат искусственного дыхания. Я найду тебя. На похоронах мэра Уэнсдей замечает в лесу притаившуюся фигуру и решает преследовать ее. Выясняется, что это ее дядюшка Фестер, который скрывается от полиции. Впоследствии, в разговоре с ним Уэнсдей узнает, что монстр на рисунке – это Хайт. Мужчина подсказывает, где девушка может найти информацию по нему. Фестер не учился в Наверморе, но навещал тут своего брата в прошлом. Оказывается, что в тайной библиотеке есть сейф с дневником одного исследователя. Вещь взламывает сейф, и Уэнсдей узнает, что Хайт – это спящая сущность внутри некоторых людей. Если посторонний человек пробудит Хайда, то Хайт признает этого человека своим хозяином. Уэнсдей все еще подозревает Ксавье и, проследив за ним, обнаруживает, что он втайне встречается с психологом Валери Кинбот. Вернувшись со свидания с Тайлером, Уэнсдей обнаруживает, что ее комната в общежитии разгромлена, дневник с информацией о Хайдах украден. А также, кто-то серьезно ранил вещь, но его удается спасти. Расследование по делу Лорел Гейтс показывает, что она жива. Монстр – это Хайт. Он повинуется Лорел. Ты знаешь, кто Лорел. Уэнсдей сначала подозревает доктора Валери и обвиняет ее в содеянном. Ты перешла все границы. Время вышло, Лорел. Но Хайт убивает психотерапевта. Уэнсдей решает покончить с этим раз и навсегда. Она подставляет уликами Ксавье, которые изобличают его как Хайда. После чего полиция его арестовывает. Думая, что все окончено, Уэнсдей решает вступить в отношения с Тайлером и целует его в кафе, что вызывает внезапное видение, в котором девушка видит, как Хайт убивает психотерапевта. А после убийства превращается в Тайлера. Девушка возвращается в реальный мир, в ужасе смотрит на Тайлера и убегает из кафе. Уэнсдей и ее одноклассники заманивают Тайлера в лес, где его похищают. В поисках признания Уэнсдей начинает пытать Тайлера. Не оставляй меня с ней, пожалуйста, умоляю! Не соглашаясь с ее методами, они предупреждают об этом директора УИМС, что приводит к аресту Уэнсдей. В полицейском участке Тайлер, наконец, признается Уэнсдей, что он монстр. Ты понятия не имеешь, что грядет. А шериф отпускает девушку, потому что не намерен раскручивать это дело. Сытая по горло поведением Уэнсдей, УИМС отчисляет ее из Невермор. Перед отъездом Уэнсдей навещает Юджина в больнице, который говорит ей, что фигура, которую он видел в пещере монстра, была одета в красные сапоги. В этот момент Уэнсдей понимает, что за всем произошедшим стоит мисс Торнхилл. Она и есть та самая дочь семейства гейтсов, которую, по слухам, считали утонувшей. И которая мстит Невермору, по чьей вине погибли все ее родственники. Уэнсдей подстраивает все так, чтобы директор услышала их разговор. Торнхилл убивает Ларису УИМС тем же ядом, которым ее брат хотел отравить всю Академию Невермор 32 года назад. Затем она вырубает Уэнсдей ударом лопаты по голове. Уэнсдей является ключом к пробуждению Крэгстоуна. Используя магию и кровь девушки, Гейтс воскрешает Крэгстоуна. Пробудившийся Крэгстоун смертельно ранит Уэнсдей. После чего они уходят из склепа, оставляя девушку умирать. Но появившийся призрак Гуди Адамс сначала советует ей нанести удар Крэгстоуну в сердце. Только так его можно изгнать раз и навсегда. А затем проходит сквозь нее и чудесным образом возвращает героиню к жизни. Уэнсдей спешит помешать злодеям, но по пути она встречает Тайлера, который трансформируется в Хайдера. Монстр нападает на Уэнсдей. Однако ее спасает Энит, которая наконец-то впервые полностью превратилась в волка. В ходе ожесточенной драки появляется шериф, который стреляет в монстра. Энит побеждает ослабленного Тайлера в его форме Хайда и тот превращается в человека. Шериф понимает, что чудовищем на самом деле был его сын Тайлер. Крэгстоун прибывает в Невермор и стремится уничтожить Академию и всех изгоев в ней. Уэнсдей добирается до школы и сражается с Крэгстоуном. Ей помогает Бьянка, атакуя злодея сзади и отвлекая его внимание. После чего героиня убивает Крэгстоуна, отправляя его обратно в ад. Затем появляется Торнхилл Лорелл, готовая выстрелить в Уэнсдей из пистолета, но ее спасает Юджин, который атакует женщину с помощью своих пчел. После всего случившегося Уэнсдей и Бьянка теперь становятся подругами. Спустя какое-то время Ксавье выходит из тюрьмы, с него сняты все обвинения. Парень дарит Уэнсдей смартфон, чтобы общаться на каникулах. Когда Уэнсдей уезжает из Невермора, в машине по дороге домой, она получает сообщение на телефон со своими фотографиями от неизвестного. Со словами «Я слежу за тобой». Уэнсдей радуется своему первому преследователю и подозревает, что, возможно, эти вынужденные каникулы будут интереснее, чем она думала. В машине полиции, закованного Тайлера, везут с полицейским эскортом, когда он начинает трансформироваться в Хайда. Возможно, Тайлер теперь будет опаснее, чем когда-либо, потому что он уже свободен от контроля Торнхилл Лорелл. Дополнительные подробности о сериале Уэнсдей смотрите в описании к видеоролику. Субтитры сделал DimaTorzok